Народу пришло не так много, но все пришли, все мои, родные. Это самое главное, и очень существенное, что есть хотя бы кто пришел. Мне уже прислали какие-то вопросы, вот я даже не только минут так их глянул одним глазком, вот и поэтому все равно все равно практически будет экспонт на эти вопросы. А потом, если у вас будут свои, я буду отвечать на ваши. Ну и вот, наверное, самый трудный вопрос, который есть вообще в христианском сознании. Если Бог благ, а младенцы до семи лет болеют, а младенцы только болеют, еще и умирают. Они же безгрешны до семи лет. Кстати, не совсем правильное понятие, они не безгрешны. Они не ответственны за свои грехи, это существенный момент. Они не безгрешны, они не ответственны, безответственны на отношениях. То есть им, что называется, априори прощается до семи лет практически всем. Хотя родители могут и выиграться. Понятно, да? И это очень полезно. Это одна из самых слыханных. Пароль когда-нибудь? Пароль или там где-нибудь? Паролик когда-нибудь? Слово пароль, я не знаю. Понятно, ты даже не знаешь такого слова, да? Да, он не знаю. Порка не знаешь, что такое, да? Тебе не повезло. Тебе не повезло, потому что, понимаешь, в порке... А, еще понял. Дурь выбивается, выбивается дурь из человека, понятно, да? Вот, а то есть, если не было, то был, нет? Ну, значит, слава Богу, все. Так что не безгрешны, а безответственны за свои грехи. Почему болеют годовалые дети? За какие грехи их наказывает Бог? Или для какого исправления в едином пути показывает такие страшные болезни, те, что каждый день по телевизору собирают деньги на срочную операцию какому-нибудь малышу. Ну, вы знаете, проблема хорошо оформлена Федором Михайловичем Достоевским, слезинка ребенка. Слезинка ребенка, в принципе, неразрешимая. Она либо принимаешь, либо не принимаешь, как таковое. За что? Вопрос не стоит. Ведь тогда Христос проходит мимо слепо рожденного. Кто согрешил, он или родители его? А Христос очень четко отвергает и то, и другое. Да нет, для того, чтобы было явлено слава Божия и вся. То есть промысл Божий все равно работает совсем по-другому и почему бы как-то иначе. А так вот сидит молодой человек, слепой от рождения. Понятно, что грех есть смерть, смерть есть ад. Вот эти понятия должны быть очень хорошо условлены. Успоены навсегда. Грех есть смерть, а смерть есть ад. И когда Адам согрешает, он оказывается в аду. То есть где мы с вами живем? В аду. Мы так хорошо привыкли, что он не замечает. Да, что он не замечает. А вот когда человек сталкивается с этой болезнью, то он настолько себя в аду ощущает, подлым нам, что, конечно, не позавидуешь. Сколько щекотил бегу по улицам. В конце концов, их, наверное, находит наказание, но я не уверен, что всегда. Здесь, при жизни. Я не уверен. То есть этой корреляции нет, это протестантская корреляция. Вот четко совершенно, значит, что ты праведен, у тебя все хорошо. Ты грешен, у тебя все плохо. Это чистый протестантизм. Да, это позволило целым народам Западной Европы, в конце концов, создать великую цивилизацию протестантскую, где торжествует капитализм. Не в плохом, в хорошем смысле слова. Там производство отлажено, все было сделано. Почему? Потому что Бог праведникам помогает. Если у тебя все хорошо, ты праведник. Православие никогда это не воспринимало. Бог помогает, вот как сегодня мы считали, и грешным, и злым, и дозным. Все его дети. И, в общем-то, последствия ада, пребывания нашего в аду, вот это вот страдание как таковое есть. Мы его либо принимаем, либо не принимаем. Ну, кому-то повезло, кому-то не повезло. В этом смысле. Но, в любом случае, память эта адская у нас, наверное, должна сохраняться. В плане, что, если я соприкасаюсь с этим страданием, и я могу чем-то помочь, то лучше помочь. Все. И тогда мы опять, мы солидарны. Мы все вместе. Я себя считаю патологически счастливым человеком. Просто, ну, простите меня, я в нем не стыдно за это. Мне стыдно, что мне все так хорошо. Вообще, все-все, всегда. Во всей жизни. Вот так вот всю жизнь ты играешь, или легкие какие-то проблемы были, но очень мало. И я понимаю, что, ты что, значит, у меня в поколении светлее одни, что ли? Ну, говорит, вряд ли, ну, вряд ли. Я, конечно, понимаю, что я на срок родителей праведных спросителей, ну, при всей моей людьми назвать его никак не могу. Да, и бабок своих, в общем-то, тоже не могу. Хотя молитвенницы были еще те, но праведницы нет. Ну, вот, ну, время, да, время выбрали, время жили такое и сохраняли верность. Сколько таких, которые сохраняли верность. И, в конце концов, у нас, скажем, накладывающие нового мужчины, исповедники российские. Нету корреляции такой. Мы не измеряем жизнь земными глазами. Все-таки взыскуйте, преждеца, а с того, можно правдиваться, остальные глазами целом. И почему Бог это посылает, я знаю. Для сострадания моего. Уже хорошо. Уже этого достаточно. Для того, чтобы я сумел послужить сострадания, чтобы сердце моё чуть-чуть сжалось, и чтобы я туда отдал. А вот насчёт того, что по телевизору всё собирает, собирает, собирает. Ну, с одной стороны, это хорошо, что люди отдают. Всякое даяние, благо, и всякое дарство уже слышали. Но, в принципе, у нас есть очень хорошая система в стране, мы её забываем. Не даже можно представить. Круг добра. Она в любом городе, по крайней мере, или маломасте. Нет. В действительности достаточно обратиться, рассматривается достаточно оперативная информация и сбор средств и лекарства на лечение. Там просто-напросто. Там олигархи участвуют в этом деле просто. Индивительно, что государство не участвует. Государство существует структура. Круг добра. Организовали её крупные олигархи. Им можно обратиться, рассмотреть, и практически всегда идёт конкретная прицельная помощь. ответная прицельная помощь. Поэтому по телевизору, по большому счёту, опять-таки, это только для меня, чтобы я смог поучаствовать. Чтобы я участвовал своей копейкой. Каждый по копейке тоже очень многое значит, если вы понесли, была бы ваша. Но, в принципе, в стране есть эта система. И очень хорошая система. Я верю в Бога. Могу зайти в храм, помолиться и свечку поставить. Это моя личная беседа с Богом. Я Ему молюсь. Он мне помогает. Зачем мне посредник? Тем более, в виде пузакого священника на Мерседесе и с часами за полмиллиона рублей, которые могли бы быть гражданы нищими. Ну, вообще-то, я понимаю, что это вопрос не отсюда, не из прихода, потому что те, которые выходят в храм Божий, такой вопрос просто немыслим для них как таковой. Это вопрос человек, который в храм Божий выходит и прихожанином не является. Стоит ли на него отвечать? Наверное, всё равно стоит отвечать, по крайней мере, для того, чтобы понимать, понимать, что такое церковь. Потому что, саправлялась, как сейчас, чтобы человек не понимает, что такое церковь, принципиально не понимает. Христос говорит, «Церковь моя, брата ада, не одолеет ей». Включая епископов наших, они её не одолеют. Включая священников наших, они её не одолеют. Включая нас всех с вами, мы её не одолеем. Понимаете, каждая поддельность, ни в коем случае никогда. Церковь создана Богом. И для меня очень важен момент, когда был заключён этот хейзавет, пример, ответ однозначный. В Америке и Дураке. Икона у нас за свечным ящиком высоко висит. Прекрасная икона, три ангела за столом. Им прислуживают Авраам и Сара. У Андрея Рублёва это ещё лучше. Там только три ангела за столом, и, казалось бы, нету Авраама и Сара. А куда они делись? А они на моём месте. Это очень хорошо надо понимать, что я участвую в этом. В заключении и Ветхого зовёт, а сейчас, на данный момент. Я с Богом говорю. По пришествии Мир Христа. Ветхий зовёт включён за столом, но и Завет тоже за столом включён. За столом, за трапезой. Всё, это сёмская горница, это 12 человек. Апуслов, и хлеб, и вино. Это моё тело, это моё хвост. И вкушающий моё плод, и пьющий моё плод, во мне пребывает и я в нём. Это то, что установлено самим Хрислом. Где мы говорим? В некоторых случаях, а Хрислом. И, соответственно, но, если это так, то центральным событием моей жизни с Богом является причастие. Священник никогда не является посредником, ни в коем случае. Вот такой же со-служитель, как и вы, просто на другой ступени стоит. У нас многоеерархичная церковь, трёхступенчатая иерархия. Епископ, наш епископ, под ним ас грешный пресвитер, подо мною вы ваус, народ Божий. Вот это вот трёхступенчатая иерархия, которая создаёт всю структуру церкви. Трёхчастную структуру церкви. У нас совершает Хрислом Хрислом, конечно, вот это сам Теисусский, выходят все сами в Теосскую горницу. Мы вошли, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Всех пришёл, причастился. Без священника, без епископа, без епископа нет церкви, без епископа нет священника, без священника нет всё равно или другие не будет. Вот у нас вот, друзья, единорожные есть, зовут их беспаковцы. Ну, чего-то они вот бедные, они сидят уже три столя, и причащаются. И люди там, у них вещат, там тоже весёлая такая вещь есть. Ведь крестить можете все вы. Это называется у нас бабкино крещение. Когда? Страх, а радость, мертвое. Нельзя батюшку найти. То есть, батюшку можно найти, найдите батюшку на крест по-человечески. А вы тут как в церковь идёте, но это всё равно не полное крещение. Там нет миропомазанных. Вот крестить бабкино крещение имеет право только миропомазанных. Там миропомазанных нет уже 300 лет. Ну или 200, сколько, я не знаю. Так я не знаю, не крещеные. Просто не крещеные. Вот по сути своей, если по буквы законы, они же за руку закона зацепились. Мы-то их христианом считаем. А они нас, правда, нет. Поэтому вот здесь вот. Нету причастия, нету церкви. Нету епископа, нету причастия. И поэтому это всё равно надо связано. Ни последних двух нет. Все мы совершаем. Епископ всегда стоит. Он поставил священника. Он присутствует, в любом случае. Он даёт мне антиминс, на котором я служил. Опять-таки, не раскрыв антиминс, литургии не будет. Всё одно за другой цепляется, цепляется. Богом устроил всё очень непросто. Вернее, всё очень просто, и всё ясно. И вместе с тем, глубоко, просто очень глубоко, и всё одно за другой цепляется. И поэтому, ну, получается, у него протестант, этот человек, чистый протестант. Христианин, так, христианин, наверное. Ну, получается, я так, ну ладно. Ну, Бог ему в помощь, больше чего мне сказать. Вот церковь, как с нашим покременем, и в украшенном точке зрения. Хотя, хотя, есть один очень интересный такой аргумент. Большой, кто-то знает, где церковь есть? Да, знаю. Кто-то знает, где её, как я знаю? Всё. Не знаю. Границ церкви мы не знаем. Где она есть, где её любит. Вернее, где где есть, мы точно знаем, а где её нет, мы не знаем. И поэтому, вот любой, вот этот человек, он говорит, а у меня церковь, вот всё, есть, всё. Ну, а мне крик нечего. Я тут применю, ну, давай так, я по-другому просто церковь принимаю, нежели ты. Ну, ты так веруешь в него. Ладно тебе. Ну, сам по себе, так, сам по себе. В принципе, это жизнь, беспредельная гордыня. Я сам, я умею, не верю. Ну, хочешь, пожалуйста. Получается ли это? Осудить? Осудить не могу. Нет, в списке не могу судить. Не понимаю. Поля не понимает, а осудить не могу. Так что, наверное, так.